Всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас видеоролик будет связан с окончанием нашей войны. Итоги войны уже имеются и победили, как ни странно, данную войну снеговики. Что касаемо конечного количества очков каждой фракции, то Санты занимают с 31 очком за ход, за вообще, за всю войну третье место. Эльфы 36, второе, и снеговики первое с 44 очками. Что же я вам сегодня хочу по этому поводу рассказать? Сегодня, наверное, пройдемся по всей этой войне, расскажу какие-то вещи, за счет чего вообще выигрываются такие войны. И, как ни странно, я почти на 100% уверен, то, что это первая честная война со стороны разработчиков. В которой, скорее всего, не было никакой подкрутки. Как ни странно, здесь довольно все честно распределялось. И мне вот очень обидно то, что я не могу сейчас вот итоговые цифры пощелкать и посмотреть, сколько на каждой зоне имеется, потому что имеются моменты, по которым мне бы хотелось бы сейчас поговорить, по определенным зонам. И за счет чего вообще выиграли снеговики данную войну? Потому что вчера, грубо говоря, да и вообще до конца самой войны, все висело на волоске и зависело от двух территорий, за счет которых, по сути, снеговики и смогли выиграть данную войну. Я, конечно же, говорю про пятиочковые зоны, которые находятся в центре. Для снеговиков эти ключевые зоны были Кунгур и Долина. Кунгур это та зона, которую, если я не ошибаюсь, то снеговики дефали. Долина это та зона, на которую снеговики атаковали. И что касаемо дефа, то до где-то часов пяти-шести по московскому времени данную территорию довольно яро атаковали Санты. У них все получалось, они могли ее забирать, но в какой-то период времени снеговики поняли, что приоритет нужно отдать дефу именно данной территории за счет своего качественного дефа и также отжима территории у эльфов, а именно пятиочковой зоны в виде Долины. Данная фракция сумела выиграть войну. Они плюсанули за счет этого, не потеряли, вернее, пять. И получили еще плюс пять, итого это получается как десять очков. И, по сути, эти десять очков стали ключевыми для данной фракции, несмотря на то, что там были потеряны большие количество одноочковых позиций. Но, как вы понимаете, можно забрать две центральные, и это будет как, грубо говоря, четверть карты одноочковых позиций. Я могу со своей стороны только поздравить фракцию и в очередной раз убедиться в том, что данная война являлась ключевой только в два последних хода. Вы видели, как все начиналось, вы видели, как Санты уничтожали эту войну на притяжении восьми ходов. Тотально доминировали, все у них получалось, но в какой-то период времени что-то пошло не так. Начали делать неправильные ходы, довели ситуацию до критической. Потом все же вообще потеряли свою столицу, потом забрали ее. Но это было уже поздно. За счет этого, наверное, в какой-то степени и проиграла данная фракция. Ну а что касаемо эльфов, я могу сказать, что только под конец данная фракция начала выходить вперед. Но ключевым был именно последний ход, в котором нужно было сделать правильную установку и к последнему ходу снеговики подошли с самым лучшим раскладом. С тем раскладом, что данной фракции не нужно было дефить свою столицу. За счет этого у них получилось отдать предпочтение центральным точкам, сделать огромнейший акцент на захват данных территорий, также на деф. Им не нужно было вкидывать по 70-100 тысяч звезд на свою столицу, дабы, ну просто нубы, которые не понимают, что нужно делать, они всегда вкидывают в эту столицу, они когда видят, что на нее никто не атакует, понятное дело, что не каждый уже будет дефать ее. Ну и, конечно, уже дефают центральные зоны, и за счет этого фракция, соответственно, выигрывает. Я сравнивал данную войну, и сейчас могу вообще сравнить ее только с одним форматом в нашей игре. Это как контроль точек, которые мы играли в прошлом году в турнирах, где, по сути, бой состоял из 10 минут. Ты играешь бой 10-минутный, но, по сути, весь бой и все, что связано с ним, можно перевернуть за последние 2 минуты. То есть, по сути, ты 8 минут просто так катаешься. Так же и с этой войной. У нас имелось 14 ходов, но, как правило, ключевыми стали именно последние 2 хода. Снегевики молодцы, сделали все правильно, вовремя сумели забрать нужные территории, и закономерно выиграли данную войну. Мне обидно за Сант, которые контролировали довольно большое количество территорий, и по итогу так глупо и в какой-то степени чересчур непредсказуемо, наверное, для меня сумели проиграть данную войну. Хотя, по сути, многие говорили, что с Сантом подкручивают, то, что не может быть такое, что одна фракция так дико нагибает, но я вам скажу одну простую вещь. Все зависело далеко не от разработчиков, но в какой-то степени, может быть, и есть в этом связь, за счет того, что распределитель давал краски, а не была какая-то определенная подкрутка. То есть, изначально распределитель дал больше красок за Сант. Получилось так, что данная фракция набивала больше звезд, соответственно, у нее было больше возможности забирать дополнительные территории. Потом же, ближе к середине уже войны, распределитель начал распределять уже более равномерно данные краски, и примерно к 9-10 ходу уже у каждой фракции было примерно одинаковое количество звезд, набитых за определенный ход. То есть, там плюс-минус 5000 была разница у каждой из фракций. И, по сути, именно в тот самый момент, когда еще при этом раскладе фракции, которая тотально доминирует, начинает делать глупые ходы, ты начинаешь проигрывать, фракции начинают другие набирать звезды, и закономерно ты ее просто-напросто проигрываешь. И так по итогу данной войны победителями у нас стали снеговики. Со своей стороны я могу вам сказать то, что мне, честно говоря, понравилось обозревать все это дело. Я надеюсь, что вы тоже, кто просматривали все эти видеоролики, получили какую-то для себя дополнительную информацию. Вам было интересно это смотреть, и вы, возможно, за счет моих обзоров делали подобные правильные ходы, атаковали нужные территории. И со своей стороны я могу сказать только спасибо вам, что вы поддерживали, то, что вы следили. И если в дальнейшем будут проходить подобные войны, я надеюсь, что они еще будут у нас в игре, то обязательно я буду обозревать их, я буду следить за ними, я буду контролировать всю эту ситуацию, обозревать. Мне, честно говоря, это интересно. Ну, а вам могу только сказать спасибо за то, что поддерживали, за то, что ставили лукасы, за то, что подписывались, потому что за данные 14 дней обзора подписалось около 150 человек новых. Я думаю, что это было связано именно с данными обзорами, именно они в какой-то степени продвигались. Ну и, конечно, я не смогу там сосчитать, какое количество лайков вы в сумме поставили, но я думаю, что там будет где-то около полутора тысячи, и это, конечно, очень-очень достойно с вашей стороны. Ну, а сейчас нас, я думаю, что ждет в скором времени открытие большого количества контейнеров, потому что это война та, в которой реально очень большое количество игроков сумело нафармить достойное количество контейнеров. И самое главное, чтобы и вы, и я, открывая данные контейнеры, получили что-то достойное, что-то крутое, что-то интересное, но не, например, как у меня будет там 200 контейнеров, чтобы я из этих 200 контейнеров не открыл их и не получил 150 белых свечей. Я надеюсь, что что-то крутое упадет. Я смогу сделать отличное открытие, показать его вам, и, возможно, получить что-то новое, чего у меня еще не было. Я имею в виду какую-нибудь новую экстишку, может быть, вообще лям упадет, никогда он не падал, может, что-то крутое в этом роде будет. Это будет прикольно. Также пожелаю вам удачи в этом плане, чтобы у вас тоже падало с контейнеров довольно-таки неплохо. Ну, а война данная подходит к концу. Наконец-таки все у нас завершилось, и я, наверное, таки скажу, что оно того, как по мне, вообще реально стоило. Неплохой ивент, не скажу, что отличный, но неплохой, недоработки были, и хорошо, что где-то к третьему-четвертому ходу наконец-таки разработчики начали дорабатывать данную войну, когда уже начались противостояния каждой из фракций. Была уже возможность просмотра количества звезд, набитой на каждой территории, потому что до определенного момента мне казалось, что даже нельзя будет ничего посмотреть, и я в какой-то степени думал, блин, ну не может быть, что вы делаете войну, первый раз у вас все работает, хоть и, ну, с определенными ошибками, да, но во второй войне у вас не будет показываться, кто сколько атакует на какую фракцию, и я буду там гадать. Доработали, сделали, молодцы. И если просто сравнить данную войну с предыдущей войной, там, где у нас были львы, и еще две фракции, я уже, честно говоря, не помню, кто там были, то данная война по организованности, я думаю, что уже выше уровнем, более грамотно все сделано, и даже обновляется все намного быстрее, нежели было у нас в той войне, и значительно лучше все работает. Да. Не идеально, но значительно лучше. Я надеюсь, что если будет у нас в скором времени новая война, то она будет более грамотно доработана, еще лучше, чем сейчас, и, честно говоря, вот мне в этой войне не хватило одного. Вы помните, в прошлый раз был топ-10 каждой фракции игроков, которые набили максимальное количество звезд за данную войну, и плюс они за это получали какие-то определенные призы, если не ошибаюсь, тогда это был Викинг Легаси. И мне, честно, в этой войне не хватило того же. Мне не хватило вот этого топ-10, потому что есть игроки, которые уделяли огромное количество времени и внимания данной войны. Но, по сути, они кроме контейнеров ничего не получились и ничем не выделились. Но было бы логично, с моей точки зрения, что те игроки, которые внесли максимальный вклад в победу, либо в борьбу за данную войну, они должны получать какую-то дополнительную награду и должен быть топ-10 тех игроков, которые реально стараются, которые набивают изо дня в день большое количество звезд. В этот раз у нас этого не было, я не знаю, с чем это связано, но было бы очень прикольно, если бы в следующий раз, когда будет эта война, я более чем надеюсь, что война еще такая будет, чтобы у нас был топ и, ну, условно говоря, ну, чтобы хоть какой-нибудь там приз можно было бы получить условный тот же Викинг Легаси, я думаю, что это было бы круто, если бы была бы возможность как минимум светануться, как максимум получить и заработать еще дополнительный приз за войну. Вот такой вот у нас обзор сегодня, друзья, получился, я думаю, что мне уже больше добавить нечего, вам я могу сказать только спасибо за то, что поддерживали, также не забывайте подставить лайк, подписку на канал, ну и также колокольчик на данный видеоролик, если у вас еще не стоит ничего. Ну, а я буду надеяться, что в скором времени будет новая война и вместе с вами мы еще встретимся, будем обозревать и будем следить за новыми интересными войнами в нашей любимейшей игре. С вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!